За 10 дней пути участники автопробега прошли уже Тулу и Орел, Курск и Белгород, Харьков и Киев. 3 сентября была пересечена граница с Белоруссией, как всегда на пути следования, город Береза и город Кобрин. А всего за 8 лет с начала акции пройдены сотни тысяч километров пути из сотни городов бывшего Советского Союза. Но разве километрами и усталостью измеряется человеческая память? У нас традиционно такой осенью, потому что в Березе похоронен наш боевой товарищ Александр Заставный. Он погиб, освобождая заложников в селе Первомайское в Дагестане в 95-м году. Здесь живет его мама, мы к ней приезжаем. Здесь мы ночуем традиционно и иногда посещаем при приезде местные уводы, потому что с коллегами встречаемся, обмениваемся мнениями, обмениваемся наградами общественными. И сейчас это решили сделать. В этом году 95-летие службы уголовного розыска Советского Союза. И вот этот маршрут у нас посвящен этому событию. Этот автопробег приурочен в 95-й годовщине ображения службы уголовного розыска, которую мы будем отмечать в этом году, 5 марта. Как я уже сказал, участвуют в этом автопробеге ветераны правоохранительных органов различных государств, стран Содружества. Целью этого пробега является честствование своих коллег, увековечение памяти ряда погибших сотрудников, в том числе горячих точках, награждение лучших сотрудников. Поскольку встреча участников автопробега на Кобринской земле проходит не в первый раз, официальности по боку, какие формальности могут быть между друзьями, все они бывалые сыщики, закаленные службой и жизнью. Между ними много общего в настоящем, но гораздо больше в прошлом времени. Когда страна была одна, когда не было разделения, но память о том времени сохранилась. И 95 лет службы уголовного розыска они будут праздновать вместе. Награды, которые вручались во время проведения круглого стола, тому подтверждение. В планах создать единую организацию ветерановой оперативной службы, которая объединила бы сотоварищей. Она потихонечку становится международной. Де-факто она международная. Сейчас будем принимать все возможные меры для того, чтобы она стала де-юро международной. Вот здесь сейчас проводится работа по открытию представительства. И в Казахстане, и в Киргизии уже созданы республиканские организации. Если здесь будет республиканская организация, и еще мы в Украине создадим, то мы не будем перерегистрироваться, создадим союз. Так будет демократичней, и коллегиальный будет орган управления. В Алисе дружбы гружатся, Россия и белая рука. Лариса Осмолович, Сергей Данилюк, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.